Добрый день всем! Давайте посмотрим, почему затонул батискав Титан, Титаник нового поколения, скажем так. Но сперва я хочу рассказать немножко о названии Титан, Титаник. Если вы вспомните римско-греческую мифологию, там очень чётко рассказывалось о борьбе богов и титанов. Потом люди очень восхваляли Титана Прометея, что он подарил людям огонь и был прикован к скале. И каждый день орёл прилетал клевать его печень. Многие считали это величайшей несправедливостью в мире. Но на самом деле неизвестно, какой огонь он нам принёс. Потому что есть огонь и инквизиции, огонь, который сжигает, вулкан, который сжигает. Это же всего лишь образы, это мифы. И мы называем даже, что на создание Божие мы не создание Титанов. И кем были Титаны, мы на самом деле не знаем до конца. Но это если брать аспект религии и древней веры. А сейчас я вам скажу факты, которые говорят не в эзотерических кругах. И слышала я их ещё в детстве, а как раз говорят в кругах, где расследуют. В ОВД и прочих делах, что всё, что связано с названием Титаник, как правило, тонет. И именно поэтому Титаник в своё время затонул. Поэтому и это неизбежно. Рано или поздно случаются катастрофы. И мне очень интересно посмотреть, чем в итоге закончится эпопея с металлом Титан. Но думаю, чем-нибудь интересно. И давайте смотреть, почему вообще, и что там было. Почему вообще это могло случиться. Там были богатые люди. И у нас очень чётко карты это показали. Солнце с императрицей. Они стоят в соединении. Это действительно богатство. Причём они богатые были по своему сословию, по своему рождению. И безупречно. Это карта богатства. Императрица вообще самая богатая. Карта, а солнце, оно удваивает всё вместе с императрицей. Дальше. У нас две карты высших сил. Стоят наверху. На Таро Малехик. Причём светлые и тёмные высшие силы. Светлые начинают и тёмные кончают. Это вообще катастрофа по воле высших сил. И вообще всё, что это случилось, это... Может быть, тут и вклинивается человеческая подставка. Может быть, мне было интересно, что это вообще. Диверсия. Раздел имущества. И смотрите, у нас рядом с картой высших сил рыцарь жезлов. Это всадник. Но посмотрите, как он выглядит на Малехик. Это чистый титан. Чисто чудовище. Название у нас титан. Так что тут очень это отсветилось на картах. И пятёрка Пентакли стоит. Две тройки. Он должен развалиться. Его просто расчленили. На три или шесть частей, или даже больше. Но вначале. Его должны были просто расчленить. Смотрите, тут жезлы, они как шипы. Тоже как кинжалы. Словно, вернее, даже не кинжалы. Они словно зубы. Зубы морского чудовища. И тут кинжалы. Просто вот как впились и развалили. На куски. Тут очень чётко. Сверху эти зубы. И с другой стороны зубы. Тройка мечей и тройка жезлов. Но тут вот зубья, которые распилили. И смотрите, тоже король мечей. Король мечей очень часто выступает как высшая сила. Внизу стоит и он перевёрнутый. Это третья карта высших сил. И есть ещё тут одна особенность, которую может быть не сразу видно. Тут перевёрнутая звезда. Перевёрнутая звезда с картой высших сил. Это у них была счастливая звезда. Она светила им. Говорят, что родился под счастливой звездой. Это правда. Не родились. Превратилась она у них в несчастливое. Высшим силам это сделать несложно. В общем-то говоря, языком астрологии они, очевидно, вышли в очень несчастливый момент под несчастливой звездой. Они могли выйти под звездой алголь, например. Если они не обратились к астрологу. Или выйти под звездой Серпентес. Или под звездой Шиат. Эти все три случая указывают, что это закончится трагически. Шиат знаменует утопление. Звезда Серпентес просто, что это самый худший вариант. И звезда алголь, что останешься без головы. Это фатальное. В некоторых случаях она фатальное падение с высоты. А тут они как бы вглубь провалились. Это чисто воля Ваших сил. Тут, знаете, все по воле. Если бы они захотели, они бы и их вытащили. Как бы успели бы и вытащили. Тут вообще чистое провидение. Ни кара, ни кара. Они их забрали. Их забрали, а это связано именно с названием Ститана. Очень интересно. Они включили несчастливую звезду. Они выходят в неудачный момент. И пятерка, между прочим, Пентакли говорит, что их батискав был очень непрочным. Очень непрочным. Да, он был непрочным. Несмотря на то, что под ним стоит солнце, и он был очень хорошим, качественным, но в то же время он какой-то был с дефектом. Пятерка, она непрочная. Солнце дает самый сильный. Сохран по всем канонам, по всем канонам тут стоит солнце. И императрица. Они должны были выжить. По всем канонам 100%. Солнце это самый сильный сохран. И утопить их могли только лучшие силы. Вообще полностью. Солнце дает сохран. Я бы в другом случае сказала, что у них все шансы выжить. Но у них и правда были все шансы выжить. Их искали. Аппарат у них явно был дорогой. Не думаю. 250 тысяч, что там. Это было дешево. Дешевый аппарат. Они обезопасились. Они подстраховались. И вот этот батискаф, именно как зубы. Кто мог бы только лучшие силы развалить. По всем другим канонам их должны были бы спасти. Тут карта солнца. Тут против вот этого прямое вмешательство карты высших сил. Все карты высших сил замыкает и несчастливая звезда. Ну, тут чисто. Ну, почему? Почему тут нет ответа? Смотрите, какое интересное выпало. Во-первых, двойная императрица выпала. Это действительно самое большое богатство. Как я часто говорю, что две императрицы самое большое богатство. Она тоже совпала с солнцем и с миром. Они действительно очень богатые были. И смотрите, выпал пятнадцатый аркан перевернутый. Перевернутый. И иерофант. То есть это чисто и высший суд перевернутый, и высший. Это чисто дело высших сил. И, в общем-то, это такое за все надо платить и за богатство тоже. Это оплата за богатство. Как бы пришло платить. Причем и светлые, и высшие силы, и темные тут совершенно одинаковые. Тут нету никакой разницы. Они вместе участвовали. Знаете, помните, как этот анекдот? Я вас не зря столько лет собирала на самолету. Это не анекдот. Самолет падает, молится. Господи, я же ничего не сделала. Отпусти меня. Он говорит, я вас три года собирала. Это чисто воля высших сил. Да все надо платить и за богатство тоже. Тут речь идет о богатстве. И тоже тут тройка мечей еще раз говорит, что это как удары были. А тут нельзя спастись, потому что это воля высших сил. Оплата за богатство. Это вот как это за все надо платить, надо за все откупаться, и надо много жертвовать. Как бы каждый за все платит. Это оплата за богатство. Тут вот чисто такие карты. Другого даже нету. их забрали высшие силы. И как бы это суд сил. Спорить бесполезно. Кстати, суд перевернутый. 15 аркан перевернутый. Даже если их спасут, да, вот эти кажутся чудом, оживят. Их спасут. Их все равно заберут. потому что уже выпало. И три раза три мяча по три разделят. На три части разделят. Вот такой расклад. Эта история называется, что за все надо платить. Вот пришла оплата. И еще они подмешались к слову Титаник и это просто взорвал ситуацию. Так наверное еще могло бы длиться. даже если их спасут, то все равно они вмешаются и их заберут. Ну вот на этом я прощаюсь. Нечего добавить даже больше.